ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наречённый пьяным мастером за безумный кураж и головоломный стиль бокса, Эммануэль Агастес запомнится одним из величайших артистов четырёхугольной сцены. Выдавая головокружительное представление, Ворону Американец подарил пиковому Флойду Мэйвезеру тяжелейший бой в карьере и устроил рубку десятилетия с Микки Уордом. Сегодня мы вспомним кулачное кунг-фу из огулы настоящего пьяного мастера, в ринге, с которым всегда была своя атмосфера. Канал РММА запускает платформу Vote Sport, где вы можете предсказывать результаты турниров, соревнуясь с другими пользователями. Каждый после регистрации получает 100 токенов, которыми участвуют в голосованиях, выбирая победителей. Только сообщество определяет фаворитов, а верно угадавшие забирают токены проигравших. Также вы можете на постоянной основе знакомиться с работами нашего канала вне формата видеороликов и быть в курсе всех спортивных событий. Больше информации о новом проекте по ссылке в комментарии. Эммануэль Яков Бёртон появился на свет в 1975 году и родом из того же региона США, что и именитый клан Мэйвезеров. Большинство людей ни черта не понимают в боксе. К примеру, все величайшие боксеры мира из одного места — Средний Запад. Не надо верить на слово. Спросите тех, кому наши земляки надрали задницы, и вы убедитесь, что это правда. Эммануэлю, или кратко Мэнни, не повезло с родителями. Они отказались от ребёнка, поэтому мальчик рос в детском доме и рано загремел в тюрьму. Я впервые серьёзно подрался в 12 лет. Я долго не решался ответить, но после первого удара меня было уже не остановить. Освободивший 17-летний Агастас увлёкся боями чарившегося тогда Тайсона. Из-за чего незамедлительно записался в зал и в 94-м году решил монетизировать увлечение боксом в профи. Не имея менеджера, 19-летний западный джигит со старта карьеры принимал поединки на минимальном уведомлении с кем угодно и где угодно, и по ходу дела развлекая публику. Периодически отмечался нокаутами. Однако Бёртон, позже взявший фамилию Агастас, не был природным панчером, что компенсировал объёмами экспорта, а также своеобразным стилем, из-за сходства которого с выкрутасами героя фильмов Джеки Чана мы не нарекли пьяным мастером. Не ценили таланты американца без менеджера только судьи, регулярно его обкрадывавшие. Причиной предвзятости было позиционирование Мэнни как Джорни Мэна, подрабатывающего боями. Его выставляли против проспектов и действующих претендентов на титул. И когда он выдавал конкурентные баталии, функционеры бокса прибегали к административному ресурсу. Впрочем, пьяный мастер обсуждал политику только на кухне. В ринге же Мэнни, раскинув руки и пускаясь в пляс, неизменно оправдывал своё пижонское прозвище, в процессе приводя толпы зрителей в восторг. При росте 170 и базовый весовой 63 с половиной, Мэнни был не прочь с любым сойтись раз на раз на потеху благодарных поклонников. Способствовал этому крепкий держак, благодаря чему Агастас проглатывал плюхи записных нокаутёров и посреди пороховой войны переходил в режим нападения. Не забывал Мэнни и вилять головой в ритме диско. Располагаясь прямо перед Визави, он избегал урона хэд-мувментом и отписывал Рахмета от себя. Чередуя триумфы с поражениями, Агастас провоступал 4 года и набил неотражающую действительности статистику 11 к 11. К счастью для непросыхающего от стычек пьяного мастера, в 98-м году количество перешло в качество, и он запустил свою лучшую победную серию. Составившую 10 боёв при шести нокаутах. Ключевым оказался визит на Туманный Альбион, где ему оппонировал интерконтинентальный чемпион IBF и WBO Джон Такстон, который два года успешно отстаивал пояса в родной Англии и с резюме 16 к 3 был известен как рубящий с обеих рук левша. Желая удивить, Такстон решил стартовать в правше и даже закружил его в вальсе. Не оценив юмора, Агастас рванул трамбовать в ответ. На время он перехватил инициативу в прессинге. Во втором бартеры продолжились. Но старая травма правой руки вынудила Мэнни почти перестать её использовать, что позволило британцу комфортнее работать и с зеркальной позицией. После перерыва пьяный мастер, наконец, почувствовал азарт. И титульная стычка превратилась в побоище, на которое все рассчитывали. Ратники держались заданного ранее курса до экватора включительно. И хотя Такстон явно вёл на судейских карточках, Мэнни, как водится, действовал на своей волне. И терпеливо вёл его к моральному надлому. К седьмому раунду Джон совсем лишился авторитета в глазах Агастаса. И, растеряв мобильность, не успел спедалить от опасности. Следом он выхватил комбо, Наёлся хуков у ограждения. И далее оставался на ногах скорее по привычке. Свет-то ещё горел, но дома никого не было. Точно уложив очередь боковых в бороду, И удосрочив владельца двух поясов, Мэнни сенсационно стал чемпионом в первом полусреднем весе. Плохая статистика ещё не значит, что я плохой боец. Вернувшись на родину, Агастас в 99-м году вышел против непобеждённого Терелла Фингера, который с разгона бросился оправдывать чистый рекорд в 21 победу и 15 нокаутов. Не впечатлившись цифрами, Мэнни бесстрашно влез в потасовку. Я должен вам сказать… Перехватив инициативу, обработал корпус. Ну, как вам нравится? И не забыл понтануться. Ну, восьмый раунд, давай бой. Затем оба перешли на серийную строчку, благодаря которой в ринге установился паритет. Весь третий раунд они провели от души, экспортируя партии ударов. Так. В бою я так… Однако вскоре оказалось, что жёстких попаданий Фингера навстречу теперь недостаточно, чтобы бороться с наступательным порывом пьяного мастера. Во второй половине он окончательно вошёл в колею. Стал укладывать в цель контр-выпады. С концу удара. И у Фингера начались проблемы с ландшафтом. Стоп! Стоп! Он героически держал обстрел до восьмого, регулярно буксуя у канатов. Стоп! 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 И сверкая пятками при стратегическом бегстве. То ли он лишает себя пространства, как бы, когда подходит на светлую дистанцию. За минуту до гонга Агастес нащупал выключатель на его челюсти. Кинув пару хуков с апперкотом и распечатав девственный подбородок Фингера, Мэнни на несколько минут лишил его сознания. За это в 2000 году он был вознаграждён, как тогда считалось, самоубийственным поединком. За гонорар в 20 тысяч долларов в бэушном пакете его привезли на убой младшему Мэйвезеру. Известный как красавчик Флойд, 23-летний Мэйвезер гордился не только гаремом подружек, но также портфолио 23 к нулю при 17 нокаутах. И владел мировым титулом WBC до 59 кило, который был лишь первым из предстоящих 15 в 5 весовых. Уже тогда будущий кандидат на звание величайшего боксёра современности был известен стилем защиты плечом Филли Шелл. Открывающим ему правую после шолдер ролла и летальную контру кроссом с оттяжки. Также не терялся в его арсенале калиброванный левый крюк, Заваливающие бодишоты и снайперские серии, которые редко кто переживал на ногах. «Перед поединком Флойд рассорился с отцом, который был его главным тренером, из-за чего он ушёл тренироваться к своему дяде Роджеру. Из-за перемен в подготовке, Мэй стартовал с нетипичным запалом. Однако стоя прямо перед соперником и полагаясь на непредсказуемое движение головой, а также точечные подставки под удары, Агастес начал поддавливать, сдваивая левой, что было действенным ответом на защиту плечом. Флойд экстренно отбомбился по средней зоне, подвалил локтем и стал проталкивать левый крюк. Мэнни послал ему воздушный поцелуй и на втором круге пошёл в нападение. Вскоре они застряли в разменах на ближней. Агастес приходит и бросил, очень активно. За это Агастесу прилетело несколько чувствительных тумаков. И хотя Мэй бросился остервенело добивать, пьяный мастер не планировал писать завещание. Вынуждая Флойда мазать и неустанно накидывая раздражающее попадание от себя, он оказался первым, кто устроил баловню судьбы настоящий бой. В прологе третьего отрезка они перекинулись по корпусам и возобновили охоту за головами. К исходу раунда Флойд разбил Агастесу нос. Между тем пьяный мастер крепко держался за сознание и продолжал подливать бензин в огонь. Не давая Флойду покоя периодическими контактами левой перчатки с головой, он не поморщившись проглотил коронку визави и приклеил под уставшийся заранее агрессимый Везера к канатам. Здесь Агастес столь успешно избегал ответного урона от Флойда, что тому пришлось выбираться в центр, чтобы взорваться. Почуяв кровь, Мэй снова сдетонировал. Мэн не поглумился и подрумянил оппоненту свисток. Впрочем, теперь не такой уж и красавчик, Флойд больше втыкал в разменах. К экватору оба потратили много сил и обоюдно решили провести пару раундов в перестрелках с минимумом передвижения. В восьмом Агастес захотел попробовать что-то новое и переключился в режим левши. В процессе чемпион продолжал набивать очки. И после серии его попаданий В дуэль вмешался рефери, чтобы проверить кровотечение из уха Мэнни. В перерыве тренер выразил беспокойство за подопечного. Послушай, если ты не возьмешь ситуацию в свои руки, я остановлю бой. К несчастью, в девятом Флойд впечатал бодишот, который вскоре спровоцировал угол застывшего Мэнни на сдачу. Ожесточенная сеча Агастеса с одним из лучших бойцов эпохи затянулась на 25 минут, в течение которых они отгрузили 1200 ударов. И хотя пьяный мастер был далек от триумфа, он превзошел все ожидания. Примечательно, что Флойд нанес ключевую плюху, травмированной правой, и позже отдаст противнику должное. Агастес дал мне самый тяжелый бой в карьере. Его рекорд не отражает, насколько он был хорош. Это исключительный воин. Невзирая на поражение, акции 25-летнего Агастеса подорожали. Он отметил это пакетом каннабиса с проваленным допинг-тестом, но успел на кайфе провести два выступления за одну неделю и оформил убедительные финиши. В 2001-м его как гаранта завораживающего шоу на двухнедельном уведомлении свели с Микки Уордом, тем самым ирландцем в 2010-м ставшим героем кинокартины с Кристианом Бэйлом и Марком Уолбергом, которая возьмет аж два Оскара. Подрабатывающий на стройке 35-летний Уорд тогда владел портфолио 36 к 10 при 27 нокаутах. Был известен образцовыми ударами по туловищу, и на пару с Артура Гатти войдет в историю трилогии на все времена. Бэйрис Микки! С самого пролога кулачной пьянки Микки рванул давить, и бульдозером, припечатав Мэнни к ограждению, разряжался весь первый раунд. Во втором пресс не остановился, а Гастес отбился, попробовал поработать прямыми и нагрузить корму. Но повторно увяз в затяжном клинче. Тем не менее, он постепенно наловчился проталкивать свои попадания. И вечер совсем перестал быть томным. Следом Мэнни начал подключать ноги, наконец напомнив, за что его прозывают пьяным мастером. Уорд поспешил увести действие к канатам, где он был потяжелее. А Гастес сбежал и предпочел бодаться в открытом поле. В четвертом Мэнни внезапно включил борца, в моменте став подающим. Поехали. После, отхватывая по дороге, Микки потратил минуту, чтобы загнать его в угол. А Гастес и здесь умудрялся драться, будь то у него горит ипотека. И на исходе отрезка они оба попросту феерично зажали гашетки. За паузой Мэнни, не обращая внимания на неуютность позиции, продолжил эффективно отрабатывать спиной к канатам. И не игнорируя камазовский бензобак соперника, попробовал задать новую парадигму. Не собираясь поддаваться, Уорд вдавил ноги в пол и маятник качнулся на его сторону. А Гастес вновь откатился назад, и они вернулись к тому, с чего начинали. Реакция, не понимающей, что думать, невесты Уорда, полностью отражала положение дел на экваторе поединка. Где милый ее сердцу генератор насилия проигрывал там, где обычно никто не выживал. Отчего даже именитый тренер и комментатор Тедди Атлас эпизодами срывался. Вопреки преимуществу Эммануэля по попаданиям, только в седьмом отрезке он впервые вышел вперед по раундам. Чему не смогла помешать и безумная потасовка на заключительных секундах. Восьмой стартовал в пользу Микки. Между тем, к его концу он скорее всего уже жалел, что подписал контракт с Агастесом вместо того, чтобы дожидаться планирующегося титульного шанса. По-хозяйски Мэнни забрал и половину девятого. Но ему не стоило задерживаться на линии огня. Микки из последних сил небесных втопил газ в пол, и пьяного мастера подвел задряхлевший Ливер. Переводом с головы на печень, свалив Мэнни, Уорд заставил его судорожно считать секунды до гонга. Выйдя на финальный круг с обнуленным преимуществом, Агастес, к удивлению толпы, вновь сотворил сюжетный твист. Вынудив Атласа выдавать бойцам похвалу за похвалой. Эпилог остросюжетного триллера прошел под стать предыдущим сериям. После десяти раундов и двух тысяч выброшенных бомб, самозабвенная мясорубка заслужила звание боя года и номинацию на битву десятилетия. Однако, невзирая на верховенство Мэнни по нанесенным ударам, а также примерно равный счет у любого, кто смотрел с открытыми глазами, судьи были безжалостны. Пьяный мастер не ушел в запой, и в 2002-м выскочил разобраться с небитым Хесусом Сантьяго. После прошлогодних фейерверков, Эммануэлю ничего не стоило менять стойкие уровни атак с прямыми, а также опустив руки с патентованным маневрированием избегать входящего ущерба. Поддавливая оппонента, он играючи выигрывал борьбу за территорию, и по желанию принуждал его принимать штрафные на ближней. К восьмому бедняге начал закрываться правый глаз. Мэнни принялся накидывать ему сотрясы левой со слепой стороны, а затем в открытую потопал хуковать. Правым боковым заставив Сантьяго поймать тишину, Агастас запросил золото. Что дальше? Я хочу получить в соперники любого топа с поясом. Пора уже. Если у тебя есть титул, я иду за тобой. Впрочем, в последующих выступлениях, как бы Агастас не властвовал в ринге, как бы не развлекал болельщиков в неповторимом стиле пьяного мастера, Он дрался с меньшей вероятностью хэппи-энда, чем у Хатико. Не помогали переманить судей на свою сторону даже нокдауны. С кем бы я ни дрался, судьи всегда против меня. Если я не вышибаю нокаутом и доходят до решения, меня оставляют без победы. Но что я могу сделать? Чередуя триумфы с неудачными решениями, Эммануэль только в 2004-м получил Алекса Трухилио, носящего минорные регалии IBA. Не давая мерзнуть оголенной группе поддержки, Агастас все 12 раундов повышал температуру на арене фрикциями перчаток Пуэрто-риканца. Между делом он антилопой гонял его по четырехугольному загону и устраивал жаркие перестрелки. Эпизодами Алексу везло протестить бороду Мэнни. Правда, чаще всего он лишь рассекал воздух. Под занавес Агастас выдал Роя Джонса, Довеском погреблялся и с салютом добрался до решения в однокалиточном перформансе. Отметив рождение дочери завоеванием титула, Мэнни встретился с Кортни Бёртоном, который был известен неспортивным поведением и имел приличное резюме 20 к 2. Выступая на территории врага с подставными судьями, 29-летний Агастас сходу разогнал свои серии, навтыкал одиночных вторым номером и, закрепляя доминирование, повторно перешел на автоматический огонь. В третьем пьяный мастер поймал попутный ветер. За это улыбчивый Мэнни получил по затылку. Обидевшись, в четвертом он взвинтил активность, стал фаршировать по печени и сложил грязнулю. Рефери оказался латентным фанатом Бёртона и не засчитал нокдаун. На зло ему Агастас доставил перед гонгом. В пятый и шестой периоды двусторонки развивались в ярко выраженном качельном формате, пока рефери снова не разглядел фантомный удар в пах. Чувствуя, что противника тащат к победе, Мэнни стал превращать его в образец терпения. В восьмом Бёртон полез обниматься, а Гастас выкрутился, за что получил нагоняй. В следующем клинче ему трижды пробили по затылку. Коррумпированный рефери отчитал Мэнни. На рисунок боя это никак не повлияло. И Агастас, даже отвернувшись, продолжил попадать. Подвели его вычурные выходы из цепок. Рефери незаконно лишил его балла, причем не понимая за что. Он повернулся к сопернику спиной. И что? Он повернулся к сопернику спиной и дернул его, что тот развернулся. В остатке поединка Бёртон ничего не смог показать, и Мэнни подошел к финальному звонку с тотальным преимуществом. По итогам судьи отработали заказ. Тем вечером термин «засудили» пробил новое дно. И эта встреча стала идеальной иллюстрацией всей карьеры Агастаса. Мэнни вернулся в 2005-м уже без намека на улыбку, как никогда сосредоточенный на победе. Он двинулся давить, и габаритный бывший претендент обнаружил себя в роли жертвенного ягненка. В процессе Агастас Пашевский начинял потроха бодишотами. Отступая, он не упускал случая накидать в топку. Односторонняя взбучка затянулась на 8 безнадежных раундов. На их исходе в безжалостном избиении все было ясно без слов. Бой остановили угловые. Наконец-то! Я победил как надо, и в этот раз им не ограбить меня. Не в этот раз! Вдогонку Агастас соорудил самое зрелищное из своих выступлений, когда бывший чемпион Рэй Оливейро с разгона попал в ловушку маэстро Эпатажа. Простой как азбука Оливейро оказался не готов к боевому гопаку пьяного мастера. В результате он был вынужден смириться с ролью безмолвного статиста. Менни командовал 7 раундов, успевая выдавать 2 по цене одного. Простой как это было! Все это время Рэй собирал урон по непокрытой голове. Восьмом, как потом выяснится, пограничный со смертью удар зацепил его затылок. Испытывая страшную головную боль, Оливейро продолжился немевшими руками. Понимая возможные последствия, Менни стал бить исключительно в корпус и ждать остановки. Пополнив коллекцию нарезкой мемных моментов в закончившем карьеру Рэя поединке и умудрившись спасти ему жизнь, 31-летний Агастес в 2006 исполнил «Лебединую песню» против того самого Кортни Бёртона. В своем 66-м бою потеющий уверенностью Менни 3 раунда целил голову. Припоминая прошлое, активно раздавал по средней зоне. И залпом глотал лучшие подачи соперника. К четвертому пьяный мастер дошел до кондиции. Психологически уязвимый Бёртон стал планомерно терять внутренние скрепы. Он попытался завершить баталию. Но Агастес лишь расслабленно прокинул прямые. Не забыл запустить партию торпед в корму. И начал по всем статьям разбивать Кортни, за которого в этот раз некому было вписаться. Рисуясь, Менни уводил визави в глубокие воды. К восьмому отрезку печень Бёртона стала проседать. Агастес еще разок точканул в ливер. И бросился остервенело палить контрольное. Бодишотом из левши и яростным добиванием обеспечив пациенту острый приступ нокаута. Эммануэль познал насколько опьяняющая на вкус месть. Прицепом он присвоил второстепенный титул WBC. На этом надо было заканчивать. Тем не менее, Агастес застрял меж канатов еще на пятилетку, часто заглядывая в более тяжелые категории. По обыкновению он выдавал конкурентные поединки с иностранными проспектами. В разрезе же шоу пьяный мастер с запасом отрабатывал любой гонорар. О, мой мастер! Но с каждым визитом в ринг против небитых панчеров, ему становилось все сложнее держать удар. И в поздние годы Мэнни стал проигрывать досрочками. В 2011 году он подошел на серии из пяти поражений, два из которых нокаутами. Это подпортило рекорд Агастеса до значений 38 к 34 при шести ничейных результатах, после чего он завязал с боями. Шанс на возвращение в ринг испарился в 2014-м. Идя домой из зала, Мэнни поймал шальную пулю в голову, вследствие начавшейся неподалеку перестрелки. Я даже не помню, как меня подстрелили. Агастес провел две недели в коме, частично лишился зрения и слуха, но выжил. Под надуманным предлогом его не вызвали в суд, и преступник остался на свободе. Как полиция не смогла меня найти, если репортеры смогли? Сегодня Мэнни 49 лет, и несмотря на подорванное здоровье и непростое финансовое положение, он не покидает ставший родным зал и не прочь дать пару уроков любому, кто готов внимать. В ринге же наследие Агастеса продолжает молодой чемпион IBF Бен Уитакер, благодаря которому дух пьяного мастера жил, жив и будет жить. Скоро о нем также выйдет ролик на нашем канале. Агастеса Имя Эммануэля Агастеса не встретить в зале славы и хрониках величайших чемпионов бокса. Однако он живое доказательство, что без регалий и красивых рекордов можно стать легендой. Два десятилетия и 614 раундов он поэтически отбивал соперникам харизму. На равных давал бой аристократии спорта. И даже несправедливо отрицательными результатами дарил зрителям положительные эмоции. Остается лишь гадать, как сложилась бы судьба пьяного мастера с грамотным менеджментом, да еще и в современную эпоху интернета. Многие бойцы не достигают того состояния, когда они чувствуют себя настолько свободными, чтобы творить такие вещи в ринге. Я научился использовать свою раскованность в подходящие моменты и не включаться, когда ситуация этого не требует. В жизни всегда важно поймать благоприятный момент. Если вам понравился ролик, то не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните, настала эра! Субтитры сделал DimaTorzok